Всем привет! На прошлом уроке я обещал рассказать, как проверить износ сцепления, в каком оно у вас состоянии, нормальном или требующем ремонта. Конечно, любой механизм может сломаться внезапно, и от этого никто не застрахован. Но бывают моменты, когда вы самостоятельно можете определить, что все, пора останавливаться день-другой или неделя-другая, и ваш автомобиль встанет. Сцепление больше не будет работоспособным. И все бы ничего, ведь в любом случае вы можете вызвать эвакуатор или притащить автомобиль на буксире. Ну а если вдруг мастерская окажется слишком далеко от того места, где вы встанете, либо это произойдет глубокой ночью, когда эвакуация будет весьма проблематична, А может быть проще своим ходом доехать до мастера и сказать ему, что ваше сцепление приказывает долго жить. Искрытие мастером только подтвердит ваши слова. Но, как определить, что с сцеплением все так печально? А вот смотрите, перед вашими глазами два прибора. Тахометр и спидометр. Именно по ним мы будем проводить тестирование вашего сцепления. Нужна прямая дорога. Километр полтора. Желательно пустая, чтобы никто не мешал. Иначе придется еще и за чужими автомобилями следить. Трогаемся. Разгоняемся. Первая передача. 20 км в час. Вторая. 40 км в час. Включаем третью. Разгоняемся. 60 км в час. Включаем четвертую. А теперь не газуем. Не нажимаем на педаль газа, а специально теряем скорость. До 40. Обратно до 40. Четвертую передачу не трогаем. Оставляем как есть. 40. А вот теперь самое важное. Резко нажимаем на педаль газа. И наблюдаем за приборами. Тахометром и спидометром. Возможно два варианта. Хороший или плохой. Если при резком нажатии на педаль газа обе стрелки медленно, но верно поползли синхронно вверх, подчеркиваю, медленно и синхронно, то у вас все в порядке. Вы нажимаете газ. Обороты двигателя медленно, но верно ползут вверх. Скорость на спидометре тоже медленно и верно набирается. Все окей. Второй вариант для вас печальный. При резком нажатии педалей газа стрелка тахометра резко, очень резко рвет вверх. Вы еще можете слышать резкое забывание двигателя. А вот скорость на спидометре остается практически та же. Едва-едва отрывается от 40. То есть стрелки приборов, тахометра и спидометра явно не синхронны. Двигатель легко раскручивается, но свое вращение колесам не передает. Сцепление буксует. Это явно говорит о том, что детские сцепления изношены. Механик мастерской может предложить подрегулировать сцепление. И на многих, особенно старых моделях автомобиля, такая регулировка вполне возможна. Соглашайтесь, эффект может быть. Но вам придется регулярно устраивать подобное тестирование. Потому как первый звоночек уже прозвучал. Сцепление требует контроля над ним. Особенно, если автомобиль у вас не первой молодости. Что касается новых автомобилей из салона, то проблем с сцеплением не возникает. Еще часто жалуются на дергание автомобиля при трогании. Это плохой признак. Обычно это происходит после перегрева сцепления. Ведомый диск коробит, и он становится неровным. Нажимной диск прижимает его неравномерно. Автомобиль дергается при каждом трогании. Опытные водители, дабы не ремонтировать автомобиль, приспосабливаются. Они трогаются на сбросе газа. И при коротком удержании балансовой точки сцепления добиваются минимального дергания. То есть практически незаметного. Но начинающим водителям такое не дано. Начинающим водителям можно посоветовать только лишь поменять сцепление. А затем при каждом трогании стараться трогаться плавно на небольшом газе. Отработали балансовой точки сцепления, подняли его. И дальше можете газовать ровно столько, сколько вам необходимо в данной дорожной ситуации. Надеюсь, ваше сцепление в полном порядке. А мой маленький совет годится только лишь для того, чтобы убедиться в этом. И быть уверенным в автомобиле. Ну вот, пожалуй, на сегодня и все. Пока. Всем удачи. Субтитры подогнал «Симон»